Артисты дольше всех сидели на карантине. Другие ограничения постепенно снимали, открыли кафе, школьники и студенты вышли на учебу, а творческий локдаун все продолжался. Зрители скучали, а уж как скучали сами артисты и говорить нечего. И вот первые репетиции оркестра, хора, танцоров и актеров. И надо спешить. Концерты и спектакли уже через месяц. Вся творческая энергия, которая скопилась за год, вот-вот выплеснется на подмостке. А пока репетиции, репетиции и снова репетиции. Репортаж Регины Васильчук. Слышите? Так звучит счастье. А вы говорите, границы закрыты, маски вам надоели. А артисты полгода без репетиции, без зрителя, без огромной части своей жизни. И вот, наконец-то, музыка. Последний раз полным составом симфонический оркестр собирался на День Республики в Екатерининском парке. С тех пор почти пять месяцев без концертов. Что делали все это время музыканты? Уехали на дачу, убрались в кладовке, может, открыли для себя новое хобби? Нет, нет, нет. Я занималась музыкой. Я ничего не открыла. Я ничем другим не занималась. Занимался, учил партитуры. У нас же концерты впереди. И дома, и в коридоре иногда, когда дети спят. У нас соседи воспитанные, привыкшие. Мы соседи тоже воспитываем культурно. А вот Александр играть дома на своем инструменте не решился. Говорит, соседи все-таки жалко. Контрабас не скрипка. За это время я успел создать свой музыкальный инструмент. Скоро будет свет, новейший вид инструмента. Я только единственное, что могу расцветить маленькую завесу тайны. Инструмент называется «Виоликта». Это чуть-чуть меньше контрабаса, переделки из других инструментов, другим строем, другим этим. Вы когда-нибудь слышали, как разыгрывается симфонический оркестр перед репетицией? Для ушей, которые к этому не привыкли, просто взрыв мозга на самом деле. Во всем этом кажущемся хаосе каждый музыкант слышит только свой инструмент. Нужно настроить его и себя на долгую репетицию. Размять руки и вдоволь наговориться. Ровно в два часа все затихают. В зал входит маэстро Григорий Масейко. Добрый день, уважаемые друзья. Я рад вас видеть живыми и здоровыми. Сначала небольшое объявление о предстоящем концерте 8 марта и сразу за дело. Музыка не ждет. Вот вы заметили, все в хорошем настроении, все какие-то воудушевленные, возвышенно воодушевленные. Прямо вот я с вами сейчас поговорю, пойду дальше репетировать. Я знаю, что сегодня репетиция пройдет удачно, и мы сегодня многое-много чего хорошего сделаем. Я вижу, вы довольны первой репетицией, да? Все сложилось? С первым же аккордом у меня все было ясно. Я по глазам вижу, все ждут. Все хорошо. Я доволен. Сегодня во Дворце Республики отовсюду звучит музыка. Мы вышли с репетиционного зала оркестра и просто идем на звук. Кажется, где-то там поют. В Малом Заре репетирует государственный хор, готовит концерт «Дыхание весны» ко 2 марта. За время карантина артисты остались не только без официальных концертов, но и без подработок. Не было свадеб, больших праздников. Есть и плюсы, говорит Виталий. Дома маленькие дети. На Новый год и Рождество папа был дома, что для артиста редкость. Но без дела никто не сидел. У них на руках находилось за это время около 40, больше 40 произведений новых вообще. То есть как бы зря зарплату никто не получал. Молодцы, что никто практически не болел. У меня за это время было практически больных, были бессимптомные два человека. Про это им тоже говорю, как надо питаться, как надо жить, как надо заниматься спортом, чтобы хорошо звучать, чтобы хорошо петь. Учиться хорошо звучать приходилось и в интернете. В онлайн перешла даже музыка. Екатерина поет в хоре и в оркестре МВД. Совместно с драмтеатром они записывали клипы и видео поздравления. Такой интересный опыт для разнообразия. Но, конечно, не хочется уходить совсем в такое творчество живое и интереснее. Даже если ты поешь и музицируешь дома, либо, как сейчас модно в интернете, да, там как-то передаешь, транслируешь, не чувствуешь отдачи от зрителя, мы привыкли все-таки быть на сцене. Пол дрожит, пятки отбивают такт, музыку то и дело перекрикивают. Так репетирует Виорика. 10 марта их ждет сольный концерт во Дворце Республики. Это их третья репетиция. Нет ли отдышки после долгого танца и так же легко партнеры поднимают девушек, как до карантина. На праздники без тренировок килограммов лишних не набрали? Нет, все хорошо. Наоборот, мне кажется, сбросили некоторые. А тренер как контролирует этот вопрос? Да, контролирует. Мы в Айбере списываемся, естественно, да. Спрашивают, да, нет. А что касается физической формы, тяжело дыхалкой немножко, тяжело дышать было. Но со временем все придет в форму. А еще нужно заново привыкать к профессиональной боли в ногах и напряжению в мышцах лица. Да-да, сложнее всего артистам даются не движения и поддержки, а выражение легкости и постоянная улыбка на лице. У вас сольный концерт будет час двадцать, и все час двадцать улыбаться нужно? Ну, нужно искать момент, когда можно, ну, отворачиваешься от зрителей и немножко приходишь в себя. Особенно сейчас в начале действительно тяжело, но что делать? Нужно улыбаться, дарить зрителям радость и улыбку. Да, позитив, азарт, конечно. Дарить радость и улыбку, легкость и невесомость, силу и напряжение, свой талант. После долгого перерыва артисты начнут уже в марте. Вместе с весной к нам вернется музыка, праздники и вдохновение. Регина Васильчук и Александр Зелинский. Отражение.